Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв И сегодня у меня в гостях Молекулярный генетик, магистр биологических наук Эксперт в области генетики спорта Анна Козлова, здравствуйте! Здравствуйте! Наши гости из Белоруссии, кстати Вы приехали в Ригу для того, чтобы принять участие В лекциях, которые организует клуб «Синий филин» Они пройдут, если не ошибаюсь 6 и 7 апреля Это лекции для детей Да, все верно Легко ли детям рассказывать о генетике и молекулярной биологии? На самом деле гораздо легче, чем взрослым У современных детей уже есть Некоторые понятийные аппараты Какое-то количество ярких образов На которые они могут опираться, когда говоришь с ними о науке Все дети смотрят фильмы про супергероев Все дети читают комиксы Играют в компьютерные игры А в современных фильмах, компьютерных играх и комиксах Очень много науки и технологий Когда говоришь с современными детьми Даже с восьмилетками о генетике Они уже знают, что такое теломеры Они знают, что такое ДНК Они представляют, что такое мутация К чему она может привести То есть легче, чем взрослым объяснить детям какие-то вещи? Гораздо Более того, взрослые часто сопротивляются попыткам объяснить им, как все это устроено А от восьмилетки, которые решили выяснить, как же именно устроена мутация И что происходит с черепашками ниндзя в канализации Если на них вылезет какой-нибудь химикат От них просто нет спасения А на ваш взгляд, почему все-таки взрослые менее восприимчивы? Они защищаются от какой-то информации? Они не хотят это принимать, не хотят это знать? Это психологическая какая-то проблема? Смотрите, мы сейчас живем в мире, в котором скорость изменений уникальна Мы никогда не жили в реальности, в которой каждый день вынуждены просыпаться в новом мире, в новых условиях То есть человеческий мозг, на самом деле, человеческая психика Просто не приспособлена для такой скорости изменений Взрослые люди, большая часть взрослых людей Прожили основную часть своей жизни в относительно стабильном мире Завтра был такой же, как сегодня В котором каждый день не опубликовались какие-нибудь революционные открытия, исследования А сейчас, по крайней мере, последние 10 лет мы живем именно в таком мире То есть все слишком быстро меняется, и мозг просто не успевает это принять, правильно? Психика, человеческая психика не приспособлена к такой скорости изменений, да? Но это можно ведь объяснить еще и тем, как у человека, у взрослого человека Формируется вот это ощущение консерватизма, потому что все мы в молодости революционеры Но плохо тот революционер, который не становится в каком-то зрелом возрасте консерватором Да ладно, не все То есть это такая, нет? Защитная реакция Ну я сейчас, конечно, упростил до известной, в общем-то, фразы, которые звучали Но тем не менее, ведь в подростковом возрасте, в юности как-то больше энергии, больше сил, больше возможности воспринимать что-то новое Больше готовности к переменам, это правда, но взрослым людям, как правило, нужна какая-то стабильность и уверенность в том, что завтра будет то же, что и сегодня Что завтрашние условия не будут принципиально отличаться от сегодняшних А дети, современные дети, они уже выросли в эту эпоху больших перемен, в эпоху биотехнологической революции То есть у них уже мозг по-другому работает, психика по-другому устроена? Я думаю, они изначально гораздо более готовы к этой скорости изменений Но если говорить о генетике, ведь многих до сих пор пугает генетика, потому что я слышал такие мнения о том, что когда человек вмешивается в то, что сделала природа или то, что сделал Бог Вот, в общем-то, это уже мы можем вспомнить различные фантастические произведения, фильмы, к чему это приводит Вот с этим стереотипом приходится сталкиваться, когда общайтесь с людьми Страх новых технологий существует столько же, сколько существуют технологии Я уверена, во времена античности, когда переходили от свитка к кодексу, то есть от одной формы книги к другой, революционной Возмущений по поводу новой технологии было не меньше То есть всегда есть те, кто этого не хочет? Конечно, мы имеем противостояние традиционалистского подхода и, ну, такого революционного, диссидентского подхода Оно было всегда и будет всегда Просто сейчас основной фокус внимания сосредоточен на биотехнологиях Но генетика все-таки, насколько далеко она за последние лет 20 продвинулась? Что научились делать специалисты в этой области? Должна сказать честно, мы живем на пике научной революции Последний раз что-то подобное происходило примерно 100 лет назад, когда случилась научная революция в области физики Это не на планке, когда Эйнштейн и так далее Да-да-да, абсолютно верно Сейчас мы живем на пике биотехнологической революции Это очень сложно, это довольно страшно, но очень увлекательно То есть за последние 20 лет мы расшифровали геном человека Мы научились читать то, что записано в ДНК, мы научились довольно эффективно менять геном Пока что не человека, все-таки эксперименты на людях, к сожалению, в большинстве стран запрещены, но тем не менее В Китае были же такие, проводились попытки, если не ошибаюсь В разных странах по-разному регламентированы биотехнологические исследования, в частности на живых людях И да, в Китае как раз законодательство гораздо более гибкое и свободное То есть нормы в отношении всяких биотехнологических экспериментов гораздо более удачные для нас, ученых Ну вот вы сказали о том, что, к сожалению, опыты на людях запрещены Как раз я предполагаю, что многие могут вам возразить, потому что, опять же, возвращаясь к некому такому стереотипному подходу Человек – это дитя Бога или дитя природы, ну, в зависимости от того, кто как воспринимает И вмешательство другого человека может привести к каким-то страшным последствиям Вы сказали о том, что мы находимся на пике революции, и это страшно, но увлекательно Вот расскажите об этих страхах, что пугает? Смотрите, мне кажется, очень важно, обычный нормальный человек, нормальный человек далекий от науки Не очень понимает, как работают биотехнологии Но на самом деле мы не можем придумать ничего нового Мы не делаем ничего из того, чего не существовало бы в природе То есть суперчеловека вы не создаете, если так Нет, это не то, что я сказала Мы не пользуемся никакими технологиями, которые и так не существовали бы в природе сами по себе Если мы говорим про геномное редактирование, мы всего лишь научились использовать тот молекулярный аппарат, который уже существует в живых клетках Мы просто научились применять его контролируемо Если мы говорим про генетическую модификацию ГМО, мы не придумали ничего нового Мы всего лишь научились использовать те возможности, которые есть у живой клетки и так Вы можете эту клетку исправить, если клетка больна, если клетка обладает какими-то дефектами, вы можете сейчас это исправить? С определенной точностью Все эти инструменты, инструменты геномного редактирования, они, к сожалению, пока что находятся на довольно зачаточном этапе То есть, смотрите, что принципиального произошло с возникновением вот этой технологии геномного редактирования CRISPR Если раньше у нас были инструменты, которые позволяли находить очень короткие последовательности ДНК и что-то в них исправлять, то сейчас мы способны распознать гораздо более длинную последовательность Если сравнить ДНК с текстом, представьте, что вам нужно найти в восьми книжках Гарри Поттера слово «Гарри» Их будет очень много То есть нужно просто выделить? Ну, в электронном виде это легко сделать Очень много, очень много слов «Гарри» Представьте, что вам нужно найти в книжках про Гарри Поттера фразу «Гарри Поттер замахнулся волшебной палочкой и чихнул» Скорее всего, на все восемь томов такая фраза будет одна То есть, за счет того, что мы способны распознать гораздо более длинный участок Мы можем с гораздо большей точностью внести нужные изменения Раньше технологии этого не позволяли, поэтому раньше никто не говорил о геномном редактировании людей Или о лечении рака при помощи геномного редактирования Сейчас мы уже можем это делать, но точность этого метода все еще не идеальная Во-первых, для того, чтобы что-то изменить не в одной клетке, а в целом организме Нам нужно произвести эти изменения во всех клетках Мы все еще не умеем этого делать То есть мы не умеем это делать почему? Потому что их слишком много? Их очень много, конечно То есть пока еще просто очень сложно обработать весь этот массив информации Я бы сказала, практически невозможно Но вы абсолютно правы, мы можем внести изменения в одну клетку Поэтому если нам достаточно ограничиться изменениями в одной клетке, то это то, что мы умеем делать Что это может дать? Вот если внести изменения в одну клетку, вот есть ли у этого прикладное значение сегодня? То есть как это можно использовать? Несомненно Технология, скажем, технология экстракорпорального оплодотворения позволяет заранее отбирать эмбрионы, в которых мы пересаживаем женщине Мы можем продиагностировать геном этих эмбрионов и выяснить, есть ли там какие-то мутации, несовместимые с жизнью Раньше такие эмбрионы просто отбраковывались В будущем, скорее всего, можно будет исправить что-то в этих клетках И не отбраковывать эмбрионы, а менять их таким образом, как нам нужно То есть получается, что потенциально больной ребенок может родиться здоровым Да, абсолютно верно При генетическом редактировании Абсолютно верно Но сегодня мы еще этого не можем делать Сегодня мы еще этого не делаем Делают, тем не менее, тесты на различные генетические отклонения, синдром Дауна и так далее И, соответственно, можно определить, ну, там есть такая вероятность Вероятность того, что ребенок будет с синдромом Дауна, составляет там 1 к миллиону, там, или к 50 тысячам Вот это уже умеют делать, это делают сейчас даже в обязательном порядке эти тесты Ну, в случае с синдромом Дауна все немножко проще Синдром Дауна – это появление лишней хромосомы в геноме Если она есть, мы совершенно точно об этом знаем Ну, кроме синдрома Дауна существует около 5 тысяч наследственных заболеваний Большинство людей не знают ничего про эти 5 тысяч заболеваний Просто потому, что чаще всего они несовместимы с жизнью Эмбрионы, у которых есть такие мутации, просто не выживают и не рождаются Но, тем не менее, фиксируют два, если я не ошибаюсь, как раз Вот сейчас при беременности делают два теста на два заболевания На Дауна и второй не помню сейчас Я не знаю, как с этим обстоит в Латвии Ну, в каждой стране, наверное, да, по-своему Скажем, в России в лабораториях медицинской диагностики Конечно же, диагностируют на весь спектр наследственных заболеваний Причем это можно делать не только в уже протекающей беременности Но и до зачатия Существует такая технология, которая называется Преимплантационная генетическая диагностика То есть те же самые эмбрионы, полученные при помощи технологии ЭКО Мы тестируем перед тем, как пересаживать их в матку женщины И выявляем, есть ли у них какие-то мутации Вот что меня интересует Даже при, ну, как вы говорите, достаточно точной диагностике Всегда оставляют вероятность того, что это не так Например, я видел, что вот один к восьми есть, например, там синдром Дауна Хотя вроде все показатели указывают, что вот этот плод уже обладает этими особенностями То есть стопроцентной гарантии не дает эти тесты Или это какой-то, не знаю, метод перестраховаться может Смотрите, есть разные заболевания Существуют некоторые мутации, которые в 100% случаев приводят к развитию заболевания Ну, их там какое-то количество К сожалению, для большинства заболеваний Сахарный диабет, онкология, проблемы с сердечно-сосудистой системой Мы никогда не можем с точностью определить возникание заболевания или нет Мы можем определить вероятность То есть есть потенциал, да, вероятность Да, это вероятностная диагностика Поэтому при такой диагностике, конечно, никаких рекомендаций строгих не дается Ну вот Норвегия, как раз, интересный у них опыт Они не диагностируют эти заболевания Потому что считают, что медицина, социальное благополучие, в общем-то, позволят справиться Даже если родится в семье такой ребенок То, соответственно, они справятся, потому что их общество к этому готово Их инфраструктура к этому готова, их медицина к этому готова Это уже такой нравственный, скорее, момент Как вы к этому относитесь? Мне кажется, это всегда очень тяжелый выбор И это всегда личный выбор людей, которые решают рожать ребенка Никто не имеет права в это вмешиваться и навязывать какие-то нормы А генетики отвечают на вопрос, почему это происходит? Почему допустимое отклонение в какой-то генной структуре? Почему люди рождаются, да не только люди, и животные с такими заболеваниями? То есть, для чего это нужно? Есть такой вопрос? Задают ученые Ну, для чего это нужно? Нет В науке вообще редко ставится вопрос «Для чего?» Вот это случайность, или в этом есть какой-то смысл определенный? Ну, не знаю, там, выживаемость определенного Всего происходящего в биологии, в процессе развития есть причина Почти ни у чего нету цели и задачи То есть, ставить вопрос таким образом просто некорректно Причина того, что существует некоторая вероятность развития заболеваний В том, что организм, живой организм, любое живое существо очень сложное То есть, когда мы оперируем таким количеством факторов Которые могут сочетаться в различных комбинациях Дальше можно смотреть статью комбинаторика Вероятность того, что у нас родится абсолютно здоровый организм Она невелика, она ничтожна На самом деле, каждый здоровый человек – это чудо То есть, люди больные только недообследованы, да? Как говорят врачи, такая шутка существует Нет, это такая, знаете, типичная ошибка выжившего Мы просто ничего не знаем о тех, кто не родился Из-за некоторых мутаций и изменений в ТНК Ну, вот это как раз, видите, к вопросу для чего Естественный отбор, который позволяет Ну, сейчас медицина позволяет выживать тем, кто, наверное, не выжил бы там 100 или 200 лет назад Все так, да Ну, то есть, вопрос для чего Он все-таки, мне кажется, правомерен То есть, природой-то задуманы какие-то элементы Опять же, чтобы слабый не выжил Потому что у сильного больше шансов адаптироваться к этой среде Или это не совсем так? Поверьте, в науке правда нельзя ставить вопрос таким образом То есть, в тот момент, в который ученый пытается поставить вопрос Для чего это нужно в природе Переставайте его слушать Нет, это неправильное То есть, это уже история? Нет, нет, нет Но, тем не менее У науки нет цели Когда говорят о заболеваниях Когда говорят об огромном количестве самых разных заболеваний Есть очень там, я, например, читал о заболеваниях Когда люди не могут спать У них есть нарушение определенного мозга Их, по-моему, 8 или 10 семей Это одно из моих любимых заболеваний Мы об этом поговорим Но к чему я задаю этот вопрос? Что все вот эти, весь этот набор Огромный набор заболеваний Это только сбои некого нашего организма То есть, никаких глобальных смыслов в этом нет Это просто что-то пошло не так Или как это вы видите? Никаких глобальных смыслов в этом нет Это просто сбои Почему эти сбои не исключились в процессе эволюции Вот это другой вопрос Он действительно интересный Но, опять же, вопрос Почему, а не для чего? На некоторые из этих вопросов ученых есть ответы Скажем, существует такое заболевание Серповидно-клеточная анемия Да, чуть подальше от микрофона Прошу прощения Существует такое заболевание Серповидно-клеточная анемия Это дефект в гене эритроцита Гемоглобина Который приводит к изменению формы эритроцита И влияет на его способность переносить кислород Кроме того, приводит к большому количеству тромбозов Не очень приятные заболевания Одна единственная маленькая опечатка в ДНК Почему так получилось, что эта опечатка не устранилась в процессе эволюции? Оказалось, что серповидно-клеточная анемия защищает от малярии То есть в определенной популяции, в которой риск развития малярии был довольно высок Выживаемость обеспечивалась у тех, у кого была другая мутация Соответственно, другое заболевание Более совместимое с жизнью Но потом эволюция это не подкорректировала То есть в очагах, где нет малярии, все равно остается вот эта история Эволюция, к сожалению, не работает по пути оптимизации Эволюция работает по принципу «все, что не очень мешает, может оставаться на своем месте» Поэтому у нас есть остатки хвоста, да, у человека? Если бы в процессе эволюции у нас случайно возникли рога, и они не очень нам мешали Они не отвалились бы, но их не возникло, увы То есть третий век – это тоже, видите, в какой-то степени… Третий век – это рудимент, это остаток прошлых каких-то эволюционных витков Вот вы сказали о том, что одно из ваших любимых заболеваний – это история про сон, когда люди не могут спать Да, заболевание называется фатальная семейная бессонница Оно действительно очень редкое Это прионное заболевание, которое развивается таким образом Человек в какой-то момент просто перестает спать, ничего не помогает То есть это может произойти в любом возрасте? Нет, есть некоторый возраст манифестации, я, к сожалению, не помню какой точно Человек перестает спать, ничего не помогает, ни препараты, ни медитация, ни терапия И через некоторое время он впадает в такое хомоподобное состояние Между сном и реальностью Умирает от истощения, да Не существует лекарства от этого заболевания Но это генетически предрасположенная история? Поскольку семьи там… Семейная, фатальная семейная бессонница Да, к развитию этого заболевания приводит мутация И эта мутация может передаваться по наследству, но может и возникнуть с нуля Есть такой тип мутации, так называемой мутации Денова То есть просто спонтанная мутация в геноме Но это очень редкое заболевание Всего несколько семей в мире как раз и ему подвержены Ученые насколько далеко продвинулись в поиске решения этой проблемы, скажем так? Честно говоря, не очень далеко Преонные заболевания… Потому что оно очень редкое? Нет, потому что этот тип заболеваний… Я поясню немножко Преонные заболевания – это очень отдельный и специальный тип болезней Слово «преон» – это комбинация слов «protein» и «infection» То есть «белок» и «инфекция» Эти заболевания вызваны образованием патогенного белка аномальной структуры Это то, что в Альцгеймере, например, мы наблюдаем И в других там деменциях С Альцгеймером все не так просто Да, в случае с Альцгеймером наблюдается тоже образование вот этого вот патологического аномального амилоида Но, к сожалению, амилоидная теория, то есть теория, которая предполагает, что этот белок является причиной заболевания В последнее время все чаще называется некорректной То есть на основании этой теории на протяжении последних пяти лет пытались разработать лекарства В 95% случаев они оказались неэффективными То есть получается, что теория себя не оправдала? То есть будет пересмотр? Есть несколько новых теорий Одна из них говорит, что Альцгеймер – это результат некоторой бактериальной инфекции Она довольно интересная, но еще очень свежая Я бы не стала делать преждевременных выводов Мне кажется, что в науке, в частности в медицине, очень сложно сразу выделить какую-то верную теорию Потому что мы наблюдаем только часть некоторой картинки Мы видим, что у нас есть аномальный белок и что у нас есть заболевание Мы предполагаем, что белок есть причина этого заболевания Но у нас нет никакого способа отличить корреляцию от причинности То есть отличить совпадение от наличия реальной причины И все дальнейшие исследования должны быть направлены как раз на это На то, чтобы установить механизм развития заболевания То есть мы видим изменения, но мы не до конца понимаем, почему оно произошло Ну вот вы сказали, опять же, возвращаясь к этому редкому заболеванию Семейной бессонницы Почему она вас заинтересовала? Во-первых, это очень страшно Ну, кстати, Маркес ведь об этом писал Сто лет одиночества Он как раз написал о деревне, которая вдруг потеряла способность спать Мне кажется, это такой общечеловеческий кошмар Это что-то совершенно неконтролируемое и пугающе противоестественное То есть такая чуть-чуть в сторону от нормы То есть для генетика интересно то, что страшно в том числе Для ученого интересно то, что страшно Для любого ученого, мне кажется, то, что сильнее всего пугает, сильнее всего интересует Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся и продолжим разговор об этом Оставайтесь с нами, Анна Козлова, молекулярный генетик у нас сегодня в гостях Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов и сегодня у меня в гостях известный молекулярный биолог из Белоруссии Анна Козлова Она приехала в Ригу для того, чтобы принять участие в лекциях для детей, которые проводят клуб «Синий филин» Я напомню, что лекции пройдут 6 и 7 апреля в 12 часов Ну что ж, продолжаем наш разговор о страшном, потому что как раз мы прошлую часть нашей программы закончили на том, что ученого интересует то, что страшно Ну вот у вас есть свой персональный личный кошмар, который вызывает у вас научный интерес в науке? Я не говорю уже о фобиях и так далее Ну моим персональным кошмаром как раз долгое время были прионные заболевания Это единственный, наверное, единственный тип заболеваний, про которых мы на данный момент не знаем совсем ничего Не знаем, как их лечить, не знаем толком, как именно они развиваются и можно ли с этим что-то сделать То есть получается, что человек, у которого зафиксировано, диагностировано одно из этих заболеваний, он обрещен уже, можно так сказать Абсолютно, они на 100% смертельные и на 100% неизлечимы У нас есть звонок, надевайте наушники Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр Да, Александр Знаете, я хотел бы спросить, вот как вы относитесь к современным лекарствам Вот я однажды прочитал в инструкции, так сказать, побочное явление Перечисляется побочное явление и написано одно из побочных явлений – смерть В случае наступления побочного явления явитесь к врачу, надо явиться к врачу Вы представляете, что пишут? После этого у меня пропало, и раньше-то не было доверия к этим лекарствам, которые сейчас это пичкают народ А сейчас вообще пропало, спасибо Да, спасибо вам Побочный эффект пишется на всех лекарствах Это правда Тут вопрос в том, наверное, что важнее, например, вылечить заболевание или столкнуться с каким-то проблемой Или как? Как вы, кстати, ответите на вопрос? Честно говоря, я не услышала вопроса, но потеоретизировать на тему могу Смотрите, люди, которые выпускают лекарственные препараты, конечно, хотят застраховать себя от возможных каких-то судебных издержек и судебных исков Если при тестировании препарата были зафиксированы какие-то побочные эффекты, даже если это был один случай на 10 тысяч А при тестировании лекарственных препаратов к вопросу тестирования подходят очень ответственно Но даже если один случай на 10 тысяч был зафиксирован, об этом обязаны указать, это обязаны указать в инструкции Ну, это просто нельзя не сделать Еще звонок примет Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ольга Да, Ольга, спасибо Вы знаете, я обратила внимание на высокий уровень статического электричества в окружающей среде Вот для сравнения, когда-то, когда были телевизоры в семьях с электронной лучевой трубкой Не разрешалось сидеть ближе трех метров от экрана, да? Но почему меня этот вопрос интересует? Вот проводятся ли какие-то исследования о влиянии вот этого статического электричества на иммунную систему И как следствие на какие-то изменения в генетике человека и вообще животных, может быть Спасибо Да, спасибо вам Боюсь, что это вопрос не ко мне, это не моя специализация Ну, кстати, радиация, излучение, ведь известно, что меняют генетические какие-то... Эффекты радиации на генетику изучаются довольно давно и довольно хорошо А электромагнитное излучение влияет или все-таки таких нет исследований? Честное слово, не моя специализация, не хотелось бы обманывать никого Тогда еще звонок примет Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Риза Да, слушаем вас Вы знаете, есть такое заболевание, оно не смертельное, но очень тяжелое Псориаз Я знаю, что очень много, довольно много людей, им болеют, лечат только последствия на коже А само заболевание, увы, на всю жизнь Что вы можете сказать по этому поводу? Да, спасибо вам Ты относишься к заболеваниям, для которых важно не просто лечение симптоматическое, конечно, а изменение образа жизни Таких заболеваний довольно много Тот же сахарный диабет относится тоже к категории заболеваний, при которых первая рекомендация, основная рекомендация, это изменение образа жизни Ну, про сахарный диабет самый такой простой, наверное, например, это ешьте меньше сахара Нет, дело не только в сахаре Смотрите, это такие заболевания, которые зависят не только от того, что записано с ДНК, но и от факторов внешней среды, и от нашего образа жизни То есть это мультифакторные болезни, они могут возникнуть, а могут и не возникнуть В результате некоторого сочетания условий Ну, это как автокатастрофа, да Если мы будем перебегать дорогую на красный свет, это повышает вероятность возникновения автокатастроф Ну, если у человека есть лишний вес, соответственно, он возникнет Да, 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 повышается вероятность развития заболевания Ну, и, соответственно, всё, что мы можем сделать в данном случае, кроме симптоматического лечения, это перестроить образ жизни К онкологии это тоже относится? Или это всё-таки генетически обусловленное заболевание? Много дискуссий на эту тему сейчас Смотрите, мы точно понимаем теперь, что онкология, любая онкология, это болезнь ДНК, это поломка в ДНК Для некоторых онкологических патологий мы знаем, что есть факторы риска, связанные с условиями среды Например, это рак кожи и действия ультрафиолетового облучения Или рак шейки матки и вирус папиллома человека Для многих из них нет никакой такой зависимости и никакой связи с факторами внешней среды Есть только спонтанно возникающие поломки в ДНК, и больше мы ничего про них не знаем Ну, соответственно, для тех видов онкопатологии, для которых мы вычислили какие-то внешние факторы Мы можем стараться их избежать Вот вирус папиллома человека, например, есть прививка Много бывает на солнце никому не полезно Рак лёгких провоцирует никотин в том числе? Много что То есть является это таким фактором риска? Ну, не никотин скорее, а всё-таки содержащийся в сигаретах Ну, токсины Ну, всё-таки, насколько велика связь, вот говорят о том, что если в семье у кого-то был рак, онкологическое заболевание То следует более внимательно относиться к каким-то симптомам Всё так, особенно для некоторых типов рака То есть информация о раке, об онкологической какой-то патологии, она передаётся от родителей к детям? Ну, скажем, для рака груди существуют две известные мутации, которые повышают вероятность развития рака с 2% до 85% Это мутации в генах BRCA1 и BRCA2 Поэтому всем, у кого в анамнезе есть заболеваемость раком груди у родственников Рекомендуется проходить тестирование на наличие вот этих вот маркёров Это то, о чём говорила Анжелина Джоли И потом она сделала, собственно, для того, чтобы избежать этого Да, да Ещё звонок у нас Здравствуйте, как вас зовут? Меня Пётр зовут? Да, Пётр, слушаем Ну вот, про болезни, как я инженер занимал, наработал на радиолокаторах Я 100% могу сказать, что вот излучение передатчиков мобильных приёмников, которые на крышах Это очень вредно Самые мобильники очень вредны Онкология, значит, у людей Если кухон, то постоянно тех, кто это рак мозга Ниже там ещё раки Так что это 100% излучение на онкологию влияет Вам пришлось с чем-то подобным столкнуться, Пётр? Нет, нет, ну просто я знаю, там молодые кошек привязывали к локатору Они лысели через полчаса, там вот так вот было дело Так что это страшное дело, конечно, излучение Очень опасно, оно кругом сейчас везде Ну, кстати, я читал исследования, что не доказали связь с разговорами по мобильному телефону Не доказали, нет С раком мозга Но, тем не менее, вот такие истории тоже рассказывают наши радиослушатели На 100% доказать отсутствие вреда невозможно Это логически нерешаемая задача Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Молекулярная генетика Анна Козлова у нас на прямой связи В студии у нас Анна Козлова сегодня Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Юрий Да, Юрий, слушаемся И у меня два вопроса Первый вопрос, он касается аутоиммунных заболеваний, какова причина Может быть, вы с этим сталкивались Второй вопрос, вы несколько раз говорили, что вы занимаетесь поиском причины Но, если вы говорите, ученый говорит о том, задает вопрос о том, почему это произошло Нет, для чего? Это разные вещи Но это не разные вещи, это все-таки вопрос связан с целью, правильно? С какой целью это произошло? Знаете, я как-то читал работы академика Петра Анохина, Петра Кузьмича Анохина Так он там в своей работе, физиология кибернетико-функциональных систем Он сказал, что, в общем-то, живой организм, если не имеет цели, он не может считаться живым То есть, у любого процесса, который происходит в живом организме, есть цель Как-то это взаимосвязано с тем, что вы говорите Да, спасибо вам Ну, давайте, аутоиммунные заболевания Кстати, у многих действительно непонятны причины Это и системная волчанка красная, и у саркоидоза непонятно, из-за чего он образуется Но, тем не менее Смотрите, аутоиммунные заболевания – это заболевания, при которых наша собственная иммунная система начинает атаковать наши же клетки, наш собственный организм Причины развития аутоиммунных заболеваний до конца еще не истны То есть, это спонтанно развивающееся состояние, как правило, системное Редко, когда возникают какие-то одиночные очаги Чаще всего это происходит во всем организме в целом Ну, вот у того же саркоидоза, например, чаще всего поражаются легкие Когда организм принимает их за чужеродные органы и начинает, собственно, атаковать иммунитет То есть, они где-то локализуются, хотя вот у волчанки там может все что угодно быть Я просто знаю одного человека, у которого сердце было повреждено Ревматоидный артрит, много-много разных заболеваний, они действительно чаще всего системные Просто атакуются разные клетки, разные группы клеток Но, опять же, это имеет отношение к генетической предрасположенности или аутоиммунные работают по-другому принципу? Генетическая предрасположенность, конечно, есть у всего Просто вопрос в том, какая доля генетической предрасположенности, а какая доля, соответственно, факторов среды и какого-то образа жизни Но, учитывая, что мы не знаем, что провоцирует Да, мы не знаем, что провоцирует, мы просто можем отслеживать механизм, по которому развивается это заболевание К сожалению, пока что не настолько хорошо их знаем Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Дмитрий Да, слушаем Хотел спросить, знакома ли вам ситуация с ДНК-тестами, которые связаны с генеалогией? Потому что некоторые компании предлагают такие тесты, насколько они точны и вообще, что вы об этом думаете? Спасибо Да, спасибо вам ДНК-генеалогия – это довольно точные тесты На чем они основаны? Они основаны на том, что мы прослеживаем по, скажем, Y-хромосоме или по каким-то определенным локусам ближайших родственников У которых есть общие с нами неизменные участки ДНК То есть можно таким образом найти каких-то родственников Можно таким образом проследить пути миграции каких-то популяций То есть в целом ДНК-генеалогия довольно интересная и, да, достаточно точная В отличие, скажем, от предсказаний предрасположенности к каким-то заболеваниям Ну, тест на отцовство еще говорят очень точную штуку Отцовство довольно точную штуку, да 99,9, да, там обычно, то есть не откосить, если что Раньше, говорят, легче было Нет, бывают исключения, бывают всякие химеры, например Это что означает? Химеры – это когда у нас разные типы клеток внутри одного организма обладают разным набором ДНК Еще звонок тогда принял Здравствуйте, как у вас? Добрый день, радио Великолепная передача, большое вам спасибо Да, спасибо Значит, я радиолюбитель, да, электронщик со стажем более 50 лет Вот, здесь мужчина звонил по поводу излучения радиопередатчиков Я по опыту своему знаю, значит, в старое доброе советское время Когда работали радиостанции на длинных, на средних волнах, такого не было Когда получилась частота выше 200 МГц Ну, то есть УКВ, там, ФМ, как говорят, и прочее-прочее, мобильные связи То, ну, как бы воспрянули вот эти все негативные явления в отношении излучения радиопередающих устройств Поэтому я склонен к такому мнению, что вот современная техника Она способствует вот как бы этому распространению вот этих онкологических заболеваний Вот, еще маленькое дополнение к всему, да Значит, наша великолепная библиотека Как она называется сейчас, я даже не могу сказать Латвийско-национальная Да-да-да, обратите внимание, пожалуйста, кто там живет рядом На дне не летают птицы, ни вороны, ни голуби, ничего То есть там идет излучение СВЧ Да, спасибо вам Ну, вот такой комментарий от нашего радиослушателя Хотя я вот говорил с онкологами Они считают, что в этом смысле ничего не изменилось Просто люди стали жить дольше А рак – это заболевание, которое приходит в определенном возрасте Во-первых, повысилась точность диагностики Во-вторых, да, продолжительность жизни стала гораздо дольше Я вот знаю человека, у которого рак, как выяснилось уже после 85 лет, был с 50 Просто она об этом не знала Он медленно развивался, умерла Этот человек умер уже не от онкологии, он просто умер уже Ну, по естественным причинам Да, да, абсолютно верно Еще звонок Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юрий Я жду ответа на свой второй вопрос По поводу, напомните, пожалуйста Может быть, я пропустил Человек А, для чего задавал Юрий И он как раз упоминал академика То есть, это к нашей с вами дискуссии Можно ли задавать вопрос лично? Прекрасный, прекрасный философский вопрос Мне кажется, в науке самое главное – не путать наличие причины с наличием цели Причина в науке есть у всего В научных каких-то А цель, кстати, есть у природы Опять же, мы же говорим То есть, эволюция – это все адаптация Просто нужно воспринимать как некое приспособление То есть, какой-то цели у природы нет Нет, никакой цели у природы нет И у человека нет никакой цели Ну, как у физиологического организма Если мы говорим о человеке Как о биофизиологической системе То нет, никакой цели, конечно, нет Ну, оставить продолжение рода и так далее То есть, это вот заложено как некая цель Чтобы остаться как вид Или это тоже нельзя так... Да, инстинкт продолжения рода, конечно, есть Но назвать это целью я бы не стала Ещё один вопрос, который задают наши радиослушатели в WhatsApp Что с шизофренией? Это генетическое заболевание? Как это можно... Что говорят об этом генетике? Врачи говорят о том, что словом шизофрения Мы называем некоторый зонтичный диагноз То есть, это много разных нозологий Объединённых под одним названием Это связано с тем, что возможности Для точной диагностики у нас несовершенны То есть, мы всё ещё не различаем Схожие процессы, которые Манифестируют таким вот Причудливым образом в качестве шизофрении То, что принято называть шизофренией Генетическая предрасположенность к шизофрении, конечно, есть Вообще, сейчас, что приятно, как мне кажется При теперешнем уровне развития науки генетики Мы можем точно сказать Генетическая предрасположенность есть у всего Хватит задаваться этим вопросом Давайте выяснять, как именно Мы можем повлиять на эту предрасположенность Какова её доля И каков вклад факторов в среды А каков вклад в наследственности Существует прослеживающаяся закономерность Что в случае наличия шизофрении в семье Вероятность развития шизофрении у детей в дальнейшем Она тоже выше, чем если никакой шизофрении В семейном анализе не наблюдалось Ну вот есть эти случаи, достаточно многое Когда пары, у которых у родственников есть шизофрения Отказываются заводить детей Именно по причине того, что опасаются Что у ребёнка тоже будет это заболевание Кстати, в кинематографе эта тема, например, поднята Вот есть сериал «Элементарно» Там как раз Ватсон, Джон Ватсон, она как раз отказывалась Именно по этой причине заводить ребёнка Смотрите, шизофрения – это одна из таких сложных поломок Когда мы говорим о большом количестве генетических нарушений сразу Которые, к тому же, неудачным образом сочетаются с внешними обстоятельствами Такой комплекс ошибок Да, то есть это просто большое количество накопленных ошибок Мы не можем прогнозировать, но точно можем сказать Что если шизофрения у родителей есть У детей она с большой вероятностью может возникнуть Но это снова вероятностная диагностика Мы не можем предсказать ни с какой определённой достоверностью Мы можем только ограничить вот этот диапазон вероятности Группа риска, да, то есть то, что это бывает Да, да Ну вот вы сказали о том, что сейчас на пике таких революционных изменений Находится генетическая наука Если порассуждать о будущем То есть есть ли вероятность того, что генетики смогут создавать совершенного человека Ну это пугает всегда, потому что это у фантастов много об этом писали Недавно я там посмотрел фильм «Титан», в котором тоже эта тема поднималась Всё закончилось так себе Ну хотя у одного получилось Но, тем не менее, человек, который не будет болеть, который будет жить, да, там, 150 или 200 лет О чём говорят, собственно, многие физиологи, что такой потенциал есть у организма Насколько это реальная перспектива, ну, не знаю, там, в ближайшие десятилетия или столетия, как вы считаете? Давайте разделим это на несколько отдельных вопросов Про продолжительность жизни – это отдельный вопрос Про совершенного человека – это отдельный вопрос На протяжении всей истории существования биологических наук Биологические науки пытаются нащупать границу между нормой и патологией Эта граница постоянно сдвигается Честно говоря, мы даже границу между живым и мёртвым переопределяем с достаточной регулярностью Которую нашли там как раз, которая не умирает якобы Ну, в том числе Но, посмотрите, если мы взглянем на историю медицины Случаев ошибочной диагностики смерти было очень много И способов определить, насколько человек мёртв или жив, тоже было довольно много Они менялись В средние века, скажем, людям загоняли гвозди под ногти, чтобы понять, жив человек или нет Ну да, такой шок Да, да То есть болевой эффект А что поделать? Не было других методов Никаких энцефалограмм в средние века Сегодня мы как раз по тому же, или электронный мозг Ну, в смысле, с помощью электронных носителей определяем жизнь мозга, правильно? Это энцефалограмма Да, абсолютно верно И если мы говорим о совершенном человеке У нас нет никакого определения совершенного человека Совершенный – это какой? Окей, который не болеет Допустим Какой у него интеллект? Какие у него там способности к перевариванию молока и мяса? Это всё вопросы, на которые нет ответа То, что одним людям кажется совершенным, другим кажется какой-то патологией Ну, какой-то набор неких навыков Выносливость, выживаемость Выживаемость в каких условиях? В экстремальных, допустим Условия везде очень сильно отличаются То есть выживаемость в повышенной температуре и разреженном воздухе Для неё нужны совсем не такие приспособления, как для выживаемости, например, в условиях Крайнего Севера Или для выживаемости под водой Ну, то есть совершенство недостижимо Мы не можем никак определить совершенство Мы можем определить совершенство только для каких-то граничных условий среды А продолжительность жизни? Здоровый человек, который может жить в доме? С продолжительностью жизни всё довольно обидно Все успехи медицины по продлению жизни, о которых мы можем говорить за последние столетия Они связаны, в общем-то, просто с тем, что люди продлили вот этот вот период старческой жизни То есть период, в течение которого человек оставался активным, бодрым, молодым В общем-то, не изменился И на данный момент все эти рассуждения о потенциальном бессмертии человека К сожалению, выглядят утопической сказкой Скорее всего, мы сможем продлить жизнь ещё немножко То есть если мы посмотрим на те же сто лет назад И тогда были люди, которые жили по 150 лет Но метод Хейфлига, лимит Хейфлига никто не отменил Во-первых, да, во-вторых, всё-таки, правда, этот прирост продолжительности жизни Связан в основном с изменившимися социальными условиями Социальными и эпидемиологическими То есть мы в более комфортных условиях живём Именно Там сырость, плесень и так далее Основная задача, которая сейчас есть у геронтологов Это продлить период активной жизни человека То есть сделать так, чтобы он не доживал последние сто лет в инвалидной коляске А чтобы он там и в свои 120 был бодреньким Но лимит Хейфлига можно обойти? Это деление клетки и цикл жизни клетки Или это уже как закон физики Который, собственно, невозможно никаким образом изменить? Давайте я поясню тогда Лимит Хейфлига – это некоторый предел числа делений клетки Который она может пройти, прежде чем начнёт умирать Да Леонард Хейфлиг был, кстати, у нас в эфире Поэтому я помню про него Оу! Я завидую вам Значит, в организме человека есть клетки Которые не ограничены этим лимитом Это стволовые клетки Они могут делиться потенциально бесконечное количество раз Соответственно, у нас, у учёных Есть несколько разных подходов к тому, как можно преодолеть вот этот порог продолжительности жизни Мы можем посмотреть на то, что делают стволовые клетки такими уникальными И попытаться воспроизвести это во всех остальных клетках То есть, сделать так, чтобы все клетки человека были способны к самообновлению И оставались молодыми, бодрыми, здоровыми Вечно молодой Да, вечно молодой, вечно пьяный Это раз Кроме того, мы знаем клетку, которая из одной единственной клетки Образует целый огромный организм Это, собственно, оплодотворённая яйцеклетка При этом все некоторые маркёры старения, которые в ней до этого были Видимо, каким-то образом обнуляются в процессе оплодотворения и развития зародыша Мы можем посмотреть на то, каким образом уничтожаются вот эти вот маркёры старения И попробовать воспроизвести то же самое Есть ещё одна вероятность Что в попытках найти лекарство от старения мы ищем что-то, чего не существует в природе То есть мы пытаемся найти чуда, которого нет И тогда это плохая новость Потому что, как я говорила в самом начале Учёные не изобрели до сих пор ничего нового Они всего лишь научились использовать те инструменты, которые уже и так есть в природе Но стволовые клетки сейчас рассматриваются в этом смысле как такой потенциал? Конечно, рассматриваются, конечно То есть это то, на что делают ставку сейчас? Это одна из тех вещей, которые делают ставки Мы можем работать со стволовыми клетками Мы можем продолжать изучать животных, которые обладают свойством примера Живого старения Вы, наверное, знаете все эти тихоходки и всё остальное Голые землекопы Да, которые там, да Мы можем продолжать изучать процесс эмбрионального развития И смотреть, каким образом там клетка преодолевает вот этот порог Обнуляет свой собственный возраст То есть вот эти три направления у нас есть И учёные, конечно, занимаются всеми тремя Но пока далеко не продвинулись Пока далеко не продвинулись Ну что ж, будем следить, как будут развиваться события У нас сегодня в гостях была молекулярный биолог Анна Козлова Напомню, что лекции для детей 8-12 лет «Пять чувств, как их обмануть» пройдут 6 апреля в 12 И в 15 часов, и 7 апреля в 12 часов Лекции состоятся в зале галереи Музеум ЛВ Так что приходите и участвуйте Спасибо вам, что пришли Спасибо за этот разговор Эфир провёл Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв До свидания Спасибо